В торговых центрах, магазинах, объектах общественного питания советского района Самары ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора. Только за сентябрь проведено более 400 проверок. Специальная комиссия контролирует соблюдение масочного режима, наличие разметки для социального дистанцирования, осмотрит также журналы регистрации измерения температуры сотрудников и дезинфекции помещения. Маску мы меняем каждые два часа, перчатки мы обрабатываем каждые два часа. Замер температуры происходит три раза в день, журналы ведутся, ну и все мы, естественно, с сертификатами. При выявлении нарушения комиссия сразу же делает фотофиксацию и составляет акт, который направляет в управление гражданской защиты, либо в Роспотребнадзор по Самарской области. По итогам проверки организации может быть выписан штраф. Мы проводим обследование торговых центров, которые расположены на территории Советского района. В данных объектах было выявлено за последний месяц около 15 нарушений. Было составлено материалы по данным фактам. В отношении самих торговых центров было составлено 6 материалов. Проверяют и соблюдение постановления губернатора Дмитрия Азарова о запрете на посещение фудкорта в торговых центрах детьми без сопровождения взрослых. Поэтому в контрольные рейды выезжают и представители комиссии по делам несовершеннолетних. При выявлении ребенка нарушителя звонят его родителям и вызывают их для профилактической беседы. Органами учреждения системы профилактики проводятся рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на разъяснительную работу родителям, задержанным несовершеннолетним. Также сначала проводится разъяснительная работа. При необходимости доставляется в полицию и сотрудниками полиции проводится дальнейшая уже работа с несовершеннолетним. Во время этого рейда несовершеннолетних без сопровождения взрослых не оказалось. Все продавцы и покупатели были в масках. Как и положено, фудкорт был огорожен сигнальной лентой. Объекты обслуживают покупателей только в формате на вынос. В регионе сохраняется непростая ситуация, связанная с распространением коронавируса. Поэтому ношение средств, индивидуальные защиты в общественных местах обязательно, как и соблюдение других противоэпидемических мер. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.